Всем привет! Меня зовут Ирина. Мы работаем в контакт-центре, где предоставляем консультацию клиентам по телефону. Общаясь с нами, клиент может представлять нас с кинозвездами или супергероями. Это не важно. Важен голос и то, что мы говорим клиенту. Мы взяли фрагмент из кинофильма и озвучили его своими голосами, чтобы показать и рассказать вам, как проходит адаптация нового сотрудника в нашей команде. Сразу несколько актеров данного фильма получили Оскар за свою работу. И мы стараемся обслуживать клиентов так, чтобы заслужить их любовь. Любовь клиентов и есть нашим Оскаром. Добрый день, Максим. Как ваши дела? Добрый день, Ирина. Дела замечательные. Кем вы работаете? На данный момент я являюсь сотрудником технической поддержки банка. Каким был ваш первый день в нашей компании? О, этот день он был незабываем. Это лучший контакт-центр? Да? В смысле? Я вот по объявлению пришел тут на работу. Вообще-то у меня обед, ну заходи, ладно. Степанович, нам все равно, делайте все хотите. Да, 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 да. Деньги вам никто не вернет. И тут я понял, что это не та компания, в которой я хочу работать. Я пошел в другую компанию, где уже на пороге меня встретил. Я наставник. А ты Максим? Да, Максим. Привет. Добро пожаловать в команду крутых профессионалов, которые ежедневно помогают клиентам решить их проблему. Слева рабочая зона, справа зона отдыха. Дальше по коридору комната приема пищи. За каждым сотрудником закреплено свое рабочее место. Здесь закреплено уже твоего присаживайся, будь как дома. На первом этапе я буду помогать тебе в решении как легких, так и сложных вопросов. Если тебе понадобится помощь. Максим, привет. Меня зовут Игорь. Я руководитель отдела, в который ты уже принят на работу. Поздравляю тебя, красавчик. Ах да, забыл сказать. В нашей компании хорошая работа достойно оплачивается. Если твои клиенты будут довольны, ты будешь получать столько же и даже больше. Золотые слова. Ну как тебе вообще у нас? Тебе комфортно с нами? Да, мне все нравится. Залог продуктивного дня – это правильная мотивация всей команды. Коллеги, внимание. Начинается операционное время. Сейчас пойдут звонки. Наша цель – не упустить ни одного клиента. Вы профессионалы. Вы лучшие в своем деле. Так покажем же вал Зернис. И тут я обратил внимание, что работа каждого сотрудника является частью целого механизма. И несмотря на интенсивность звонков, сотрудник вникал в каждую проблему клиента и не заканчивал свою работу, пока не доведет дело до конца. Меня посадили к супервайзеру первым стулом, чтобы я на практике смог посмотреть, как работают настоящие профессионалы – знатоки своего дела. Потрясающе! А что же было дальше? О, а дальше было еще лучше. И говорит, правильный перевод он не поступил. Что делать? Представь, что я банк-отправитель, а ты банк-получатель. И я отправил тебе деньги. Вспоминай, чему тебя учили на обучении? Какой регламент из банковских переводов? Вот, два, три, возможно, пять дней. Вот и будет ответ. А, я новичок, я еще не знаю. Три дня, я вспомнил. Отлично. Действуй. На самом деле он знал ответ и без моей помощи. Давай разберем эту ситуацию. Проблема не в том, что ты не знаешь информацию. Проблема в том, что ты не знаешь, где ее найти. Эти секреты тебе детально расскажут на этапе обучения. И ты сможешь забрать их себе. Вау, а я думал, как и раньше, придется все учить на память. Иногда тебе будут попадаться так называемые трудные клиенты. Если клиент настроен негативно и не желает меня слушать, я всегда обычно пытаюсь расположить его к себе, чтобы клиент почувствовал, что мы с ним по одну сторону баррикад. Я это делаю с фразой, Иван Иванович, я полностью на вашей стороне. И я обещаю, что лично займусь решением этой проблемы. Ты понимаешь, это все секреты сервиса. И что, это работает? Такой клиент в большинстве случаев успокаивается и меняет свое поведение. Он начинает тебе доверять, и вы уже с ним вместе решаете вашу общую проблему. Для того, чтобы стать профессионалом своего дела, тебе стоит поработать над уровнем своей эмпатии. Эмпатия? Старайся быть внимательнее к своему клиенту. Смотри, как клиент реагирует на твои слова и действия. Можно потренироваться в этом, просматривая фильмы, либо читая книги. Например, книга клиента на всю жизнь. Рекомендую к прочтению. Старайся ставить себя на место своего клиента. Думай о том, что ты бы почувствовал в ситуации, в которой оказался бы твой клиент. Тебя обидели бы твои слова? Огорчили? Или наоборот порадовали? Да, да, я понимаю, о чем идет речь. Я столько секретов сегодня узнал. Две недели обучения, две недели адаптации. Поддержка самых крутых коллег и правильное наставление руководителя помогли мне быстро достигнуть успеха. И вот спустя год я вырос до специалиста технической службы банка и уже сам выступаю урону наставника. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова